Этот дом по улице Вагнера сегодня стоит в графике плановых проверок. С утра специалист в форме газовой службы начинает обход. Но прежде чем войти в чужую квартиру, он обязан представиться и предъявить документ государственного образца. Здравствуйте, газовая служба, проверка, газ-энергосервис, плановый обход. Запаха газа дома нет? Запаха газа нет, но вы знали постоянно вот этот... Да, кран нужно всегда закрывать, потому что это по технике безопасности кран сделан для того, чтобы обезопасить вас от утечек газа. Допустим, смотрите, когда кран у вас открытый, подача газа идет на газовое оборудование. Вы, допустим, легли спать, уснули и, не дай бог, пошла утечка в газовом оборудовании, то, естественно, вы ее не заметите и можете отравиться газом и не проснуться. А когда вы закрываете кран, вы себя этим обезопасиваете. При плавном обходе мы проверяем все резьбовые соединения на утечку газа газоанализатором. Если будет утечка газа, газоанализатор сразу подаст сигнал о недопустимой норме газа. Как я могу узнать, есть ли вентиляция? Вытяжка или нет? Нет, спичка ни в коем случае. Спичками нельзя, нельзя спичками огнем, нельзя проверять. Только вы можете как сделать. Самое простое, да, взять табуреточку свою, взять простой листочек бумажки. Это самый простой способ, что вы можете сами сделать. И приложить. В данный момент вытяжка работает отлично, все хорошо. Если он не будет держаться, все, газом пользоваться ни в коем случае нельзя. Я вам еще раз напомню о том, что прежде чем пользоваться газовым оборудованием, должны проверить вентканал, открыть форточку и только после этого пользоваться газовым оборудованием. Когда приготовили продукты питания свои, здесь все сготовили, кран опять закрывайте. То есть нету такого, некоторые люди думают, что если кран всегда открывать-закрывать, он что-то с ним будет. С ним ничего не будет, он для этого и сделан по технике безопасности, вот этот кран. На проверку оборудования в одной квартире у слесаря уходит максимум 10 минут. Замеры, отметки, рекомендации и следующая квартира. Но иногда специалистам газовой службы приходится сталкиваться и с проблемами. Например, отсутствие хозяев в квартире. Если мы, допустим, проверяли подъезд и не попали в какую-либо квартиру и проводили опрессовку, и не держит опрессовка, то мы отключаем весь подъезд, дабы исключить каких-то аварийных ситуаций, потому что мы не попали в квартиру. При плановом техническом обслуживании мы в первую очередь несем ответственность за жильцов, и в первую очередь также жильцы несут ответственность за свое газовое оборудование и за безопасность всех остальных жильцов. Поэтому всегда нужно быть дома, когда газовая проверка.